Вася, как обычно, с утра пораньше спешил на рыбалку. Была у него такая странная привычка. Пока все его коллеги нежились под теплыми одеялами, он предпочитал часок-другой посидеть с удочками на местной реке, да понаблюдать за восходом. Сегодня же, впрочем, мечта увидеть утреннее солнце находилась под серьезной угрозой. Реку цепко окутывал непроглядный туман. Видимость была практически нулевой. Ну, нечего, оптимистично подумал мужчина. Главное, поплавок на удочке разглядеть, а на рассвет и завтра полюбоваться можно будет. Вася привычно устроился на бережку реки недалеко от небольшого моста. Это было его излюбленным местом. Мужчина разложил снасти, закинул удочку и терпеливо стал ждать поклевки. У рыбы, впрочем, сегодня, видимо, был выходной, а может сказывалась резкая перемена погодны. Неизвестно. Но одно было точно, клевать она в это утро отказывалась от слова совсем. Вася уже стал задремывать за удочками, когда из тумана раздалась серия не совсем понятных звуков. Сначала ему показалось, что неподалеку кто-то отчаянно брыкается. Потом вроде был то ли удар, то ли плеск весил о воду. Кто ж ее разберет в таком непроглядном тумане? А потом и вовсе произошло нечто странное. Из белой мглы стали раздаваться отчаянные крики неизвестного существа. Нет, во всяких водяных далеших Вася не верил, но то, что крик явно издавал не человек, было очевиднее некуда. Да и сам звук доносился вроде бы с середины реки. Странно, подумал мужчина. Что ж за зверь такой завелся в наших местах? Но делать было нечего. Оставалось лишь одно, терпеливо дожидаться, пока туманцы изволят наконец-то рассеяться. Однако произошло это лишь через полчаса. К тому времени мужчина успел перебрать в памяти звуки всех животных, которые ему приходилось слышать ранее, но ни один из них не был похож на тот крик, который издавало неизвестное существо. Наконец, когда видимость стала получше, Васе и еще нескольким рыбачкам, которые, как выяснилось, сидели не так уж далеко от него, открылась дивная картина. На средней свая моста, буквально метрах в ста от них, стоял явно испуганный кот. Он периодически делал попытки забраться вверх по опоре, но так как когти животных не приспособлены к лазанию по бетону, все его усилия оказались тщетными. Как он туда попал? Да кто его знает? Течением принесло? Вряд ли, мокрым хвостик не выглядел. Вася огляделся. Зрителей из числа двуногих было уже несколько. Однако помогать попавшему в беду брату нашему меньшему явно никто не спешил. Что ж, придется, видимо, действовать своими силами. Все-таки жалко животинку. Вася прекрасно понимал, что еще немного и силы оставит котика. Тогда он соскользнет со своей склизкой опоры и случится что-то страшное. Но как быть? Опора моста, на которой сидело животное, находилась на середине реки. Конец апреля как-то не особо располагал к купанию, а лодок и других плавсредств в обозримом пространстве не наблюдалось. Вася взял свой подсак, как знал, прихватил его сегодня с собой, надеясь наконец-то поймать крупную рыбу и направился к мосту. Однако сразу стало ясно, с берега пострадавшего таким способом достать не удастся. Насколько бы длинной ни была ручка у подсака, ее все равно не хватало. Ладно, будем действовать другими методами. Мост был не настолько высоким. Все-таки судоходной их река никогда не была. Так, мелкие катера до яхты периодически бороздили ее поверхность своими мощными винтами, а вот для крупных судов глубины на фарватере уже не хватало. Поэтому и мост строился лишь с тем расчетом, чтобы оставаться над водой во время паводка. Уже через минуту Вася был ровно над котом. Прикинул длину ручки. Да, хватает. Подсак стал медленно опускаться к ошалевшему от всего происходящего животному. Но кот – это не человек. Ему не объяснишь, что его хотят спасти, а не причинить этой странной сетчатой штукой еще больше вред. Поэтому, когда Хвостатик увидел рядом с собой подсак, он сделал отчаянную попытку вновь сбежать по опоре. Успехом она не увенчалась. Вася стал приближать сетку к коту, надеясь, что каким-то чудом животное все-таки одумается и прыгнет внутрь. Но кот был иного мнения. Он стал яростно обороняться. Как результат, зацепился когтем за подсак. Вот тут кошачья грация и оставила его. Ошалев от новых проблем, Хвостатик не удержался на опоре и полетел вниз. Но прочно застрявший в сетке коготь не дал ему окунуться в холодную воду. Животное дико завизжало. Вася понял, это его единственный шанс. Стараясь не делать резких движений, он стал потягивать подсак поближе к себе. Казалось, ему это удается. Кот был уже в каком-то метре от человека. Но вот он в очередном приступе паники резко дернулся. Сетка не выдержала такой нагрузки и разорвалась. Как результат, издав дикий крик, усатик все-таки открыл купальный сезон. Да как так-то? Подумал Вася, прибавив к этому несколько непечатных выражений. На несколько кошмарных секунд кот полностью скрылся под водой. Затем вынырнул, но практически сразу угодил в небольшой водоворот, который нередко образуется рядом с мостами на реках с быстрым течением. Тут Вася понял, что открывать купальный сезон придется и ему, ибо толпа, которая собралась на берегу, по-прежнему лишь раздавала советы, а не помогала. Вновь мысленно выругавшись про себя, мужчина сиганул в холодную воду. Благо глубина здесь была не такой уж и большой. Превозмогая лютый холод, Вася в несколько секунд добрался до кота, схватил его в охапку и двинулся к берегу. Животное как-то обмякло. То ли наглоталось воды, то ли просто замерзло. Во всяком случае, попыток к бегству хвостатик не предпринимал, но при этом хотя бы дышал, что уже радовало. «Ну и что мне с тобой делать, Улов ты мой мохнатый?» С улыбкой спросил Василий. «Ладно, поехали, отогреемся сначала, а потом уж и решим». Мужчина вновь взял кота на руки и понес к припаркованной неподалеку машине. Десять минут, и оба уже были в теплом внутри квартиры Васи. Здесь мужчина вымыл котика под горячей водой, закутал в теплый плед, да и сам немного пришел в себя после апрельского купания. Но что делать дальше? Часы настойчиво подсказывали, что вскоре нужно было отправляться на работу. Делать нечего. Мужчина порезал немного колбасы, сделал импровизированную миску для воды, постелил на полу несколько газет и отправился трудиться на благо общества. Оставив кота приходить в себя и уповая на его сознательность, все-таки выглядел он домашним, если не сказать породистым. Вернувшись вечером домой Вася застал такую картину, еды и воды нигде не наблюдалось. Газеты порваны в клочья, да и сам постоялец куда-то исчез. Поверхностный осмотр квартиры никаких результатов не дал. Но мужчина был уверен, хвостатик вряд ли бы смог самостоятельно выбраться из квартиры. Значит, просто хорошо спрятался. Вася стал готовить ужин. По квартире разносился вкусный аромат. На него-то и пришел кот. Мужчина заметил его боковым зрением, когда тот осторожно выглянул из-за двери кухни. Но подходить ближе животное не стало. Более того, стоило Васе обернуться, как кот немедленно исчез из его поля зрения. Вот так и продолжалось все последующие дни, когда человек был в квартире, хвостатик прятался во все мыслимые и немыслимые места. Но когда хозяин уходил, кот исправно уничтожал вкусные подношения. Мужчина искренне не понимал такое странное поведение животного. Откуда же было ему знать, что такая неприязнь к людскому роду у зверя появилась далеко не на пустом месте? Он был обычным котом, даже счастливым. У него были любящие хозяева, молодая семейная пара и даже свой отдельный маленький домик. С ним играли. Его ласкали. Кормили всегда изысканными лакомствами. Но, увы, в один миг всему этому пришел конец. Как-то вечером хозяин с хозяйкой сильно поругались. Таких криков кот еще не слышал. От людей прямо исходила злость. В результате мужчина просто забрал свои вещи и ушел в неизвестном направлении. Они остались с хозяйкой вдвоем. Нет, она не забыла своего питомца. Девушка по-прежнему его исправно кормила. Да только вот игры и ласки куда-то исчезли, как бы не старался подлизываться кот. Дальше, больше. Вскоре в доме стали появляться незнакомые мужчины. Они редко задерживались больше, чем на день-два. Не знаю почему, но кот искренне презирал таких двуногих. А потом появился незнакомый парень, который остался надолго. Вскоре в доме появились чужие вещи. На кота теперь и вовсе перестали обращать внимание. Даже кормежка стала какой-то нерегулярной. Из рациона исчезли все вкусности. Домик, который он так любил, был заброшен в дальний конец кладовой. Да и двери в комнаты, где он раньше мог свободно гулять, стали теперь закрываться. Как-то раз в доме появился прежний мужчина. Он о чем-то долго беседовал с хозяйкой, периодически указывая на кота. Девушка почему-то отвечала ему резко. Так ничего и не добившись, мужчина ушел. На этот раз навсегда. Отношение к коту продолжало ухудшаться. И животное искренне не понимало, почему так происходит. Ведь он вел себя нормально, мебель не портил, отметки оставлял только в лотке. Что же не так? В одно утро к нему подошел новый мужчина. Он бесцеремонно взял кота за шкирку и куда-то потащил. Как только они вышли на улицу, бедное животное и вовсе просто сунули в мешок. Кот отчаянно брыкался. Он мог стерпеть все, но только не такое отношение к нему. И еще, хвостатик почему-то смутно начинал тревожиться, хотя еще и не понимал почему. И вот, его куда-то вновь засунули. Взревел мотор. Кот почувствовал движение. Минут через двадцать все стихло. Мешок с ним вынули из теплого салона на свежий утренний воздух и куда-то без церемона кинули. Кот почувствовал что-то твердое и мокрое. Потом еще что-то зашлепало по воде. Вновь удар об твердую поверхность. Вот тут-то кот и понял, что нужно срочно выбираться. Ведь человек явно задумал что-то недоброе. Каким-то отчаянным движением животное смогло высунуть из мешка сначала голову, а потом и все остальное тело. И вот тут-то вот его и обуял настоящий ужас. Вместо привычного дома кот увидел вокруг воду, а в тумане медленно скрывалась спина человека, гребущего по быстрому течению реки на лодке. Лапы не могли найти опоры. Та бетонная площадка, на которой он сидел, была слишком склизкой для этого. И вы думаете, что после этого кот сразу же стал вновь доверять людям? Продолжение следует...